В Думе Ставрополье завтра главное заседание в году, принимает бюджет края на 17-й год. На прошлой неделе документ закончили обсуждать профильные комитеты, поправки парламентариев рассмотрела согласительная комиссия. Итоговый вариант главного финансового документа региона в четверг и будет принимать Дума. Бюджет Ставрополье на будущий год социально ориентированный. На реализацию соцполитики, поддержание отрасли здравоохранения и образования заложено 66% расходов казны, а это более 55 миллиардов рублей. О других статьях расходов, снижении госдолга края и нововведениях во второй части интервью заместителя председателя правительства Ставрополья, министра финансов региона Ларисы Калинченко. Малый и средний бизнес – это основа экономики и региона, и государства. Какие поддержки у нас в бюджете в этом году заложены, инструменты поддержки заложены в бюджете на 17-й год? В целом на поддержку реального сектора экономики в проекте закона предусмотрено 6,5 миллиардов рублей. Это достаточно весомая сумма, согласитесь. Основной упор для такой прямой поддержки из бюджета, когда мы передаем ресурсы, предусмотрен именно для сельского хозяйства, учитывая, что край – это сельскохозяйственный регион, и сельское хозяйство наше уверенно держит курс на импортозамещение. В 2017 году предполагается, что это будет такой акцент на поддержку таких отраслей, как овощеводство, плодоводство, животноводство. То есть то, что на самом деле не хватает рядовому потребителю, как для того, чтобы обеспечить спрос внутри самого края, так и за его пределами. Если отдельно сделать, скажем, акцент на предприятиях малого и среднего бизнеса, то здесь есть несколько форм. С одной стороны, у нас работает инфраструктура поддержки бизнеса. Что я имею в виду? Есть такой гарантийный фонд для малого предпринимательства, есть фонд поддержки предпринимательства, за счет которого могут предоставляться заемные средства по более низким ставкам, если бы это брать в кредитных организациях. Гарантийный фонд позволяет сделать такую стыковку бизнеса и банков, если, например, у малого предприятия не хватает средств для того, чтобы обеспечить залог под кредит, который он берет. Кроме этого, остается и грантовая поддержка для субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации ими каких-то проектов. Но кроме вот таких вот прямых форм поддержки, существуют еще и косвенные формы поддержки, которые выражаются в законодательстве, которые предоставляют определенные преференции. Ну, например, в 2015 и 2016 годы это были налоговые каникулы для тех предпринимателей, которые работают на патентной системе налогообложения и на специальных режимах упрощенки, вмененки. Нулевая ставка. То есть вы зарегистрировались в качестве предпринимателя и два года можете не платить налоги. На сегодняшний день правительством Края предложено и рассчитываем на то, что депутатами Краевой Думы будет поддержано предложение о продлении этих налоговых каникул еще на два года, на 2018 и 2019 годы. Мы полагаем, что в этом случае вот такое льготное время, когда можно не платить налоги, оно все-таки позволит, с одной стороны, вывести из тени тех, кто еще не легализовал себя как предприниматель, с одной стороны, а с другой стороны, может быть, подтолкнет кого-то к принятию решения занятия бизнесом. Ну вот сейчас такой благоприятный период для того, чтобы начинать эту работу. Почему бы нет? Мы очень рассчитываем на то, что наши предприниматели активные, инициативные люди воспользуются предоставленной законодательством возможностей. Расскажите, пожалуйста, о важности общественных слушаний по бюджету, ведь они прошли буквально недавно и впервые за несколько лет. Публичные слушания – это замечательная форма общения с населением. Определение вообще приоритетов в расходовании бюджета – очень такая тонкая вещь. С одной стороны, хочется удовлетворить запросы всех категорий групп населения, и предпринимателей отдельно, и физкультура, и здравоохранение, образование, и поддержка сельского хозяйства. Еще бы хорошо что-то построить, еще бы вложить в инфраструктуру ЖКХ, чтобы потом можно было рассматривать вопросы, скажем, снижения тарифов для населения, для бизнеса и так далее. И вот найти такой баланс интересов, чтобы, с одной стороны, не размазать всем по тарелке, вроде бы всем дали, а результата никакого, значит, нужно концентрировать ресурсы на каких-то определенных направлениях, с одной стороны. С другой стороны, нельзя не выполнить уже взятые на себя обязательства, особенно социальные обязательства перед населением. Поэтому вот, когда рассматриваем расходную часть бюджета, всегда это поиск компромисса с целью учета интересов всех групп населения. Поэтому публичные слушания, особенно вот в том формате, в котором они проводились в текущем году, в очной форме, когда любой желающий мог высказаться, что он думает, чем можно улучшить, скажем, ту структуру расходов, какая есть. Это очень важный момент. И потом, знаете, вот такое прямое общение, это ведь не только, как правильно поделить деньги, это еще и вопросы, а где можно заработать. Вот, честно сказать, мне бы очень хотелось, чтобы таких вопросов в этой части было больше от участников публичных слушаний. Может быть, они видят то, чего не видят, скажем, даже налоговая служба или другие администраторы доходов. Почему нет? Всегда инициативы приветствовались. И сказать, что рассчитывать на то, что людям это неинтересно или они это не видят, это неправильно. Вот за время своей работы я уже убедилась, что активность наших граждан, она проявляется во всех совершенно направлениях. Я абсолютно точно убеждена, что инициативы, в том числе и с точки налогообложения, и предоставление кому-то льгот, может быть, которые потом дадут толчок к развитию, это очень важно их услышать от того же предпринимательского сообщества, представителями которых были в публичных слушаниях представители были. Поэтому, мне кажется, это очень хорошая форма общения. В бюджете 2017 года есть практические предложения по повышению эффективности за счет централизации функций госуправления. Какие плюсы в этой системе могут быть и как она должна работать? В законопроекте нашло отражение решения о создании централизованной бухгалтерии. Что это будет за учреждение? Сейчас в каждом из органов власти, министерства наше образование, культур-министерство финансов в том числе, есть своя бухгалтерия. Что такое бухгалтерский учет? Пусть не обижаются на меня коллеги-бухгалтера, но это в большей своей части техническая работа. Начислить заработную плату, амортизацию, заплатить налоги. То есть постоянные одни и те же функции, по которым работаем по одному и тому же сценарию. И вот это не новости, да, еще XIX век, когда функции с постоянно повторяющимися действиями можно автоматизировать, можно централизовать и улучшить. Вот здесь идея та же. Что предлагается сделать? Бухгалтеров, которые есть в учреждениях под ведомственных органами власти, в самом органе власти, мы их собираем в одно место. Соответственно, в тех органах власти, от которых они уходят. В этой одной централизованной бухгалтерии численность уже работников будет меньше. Как раз таки за счет того, что идет централизация, укрупнение. И можно более эффективно перераспределить обязанности между работниками. То есть ничего не поменяется с точки зрения управляемости, то есть хуже она не станет. Ничего не поменяется с точки зрения работы того или иного органа, на который он нацелен. Но будет просто бухгалтерский учет вести удаленная структура. Поэтому пути шли очень многие субъекты Российской Федерации. То есть мы не первые в этом случае. Если мы с вами вспомним чуть раньше, то наши крупные все корпорации, они как раз шли по этому пути. Укрупнение, как они называют, обслуживающих функций. Укрупнение юридических служб, кадровых служб. Но прежде всего централизация бухгалтерии. Это позволит плюсы. С одной стороны, меньшим числом выполнять одну и ту же работу. Это понятно. Мы однозначно экономим на программном обеспечении. У нас в каждой бухгалтерии, в каждом учреждении, например, стоит программа 1С. Она меняется, новая версия, и мы все обновляем. И все платим. Теперь, пожалуйста, одно учреждение, одна версия, и все мы дружно. Это понятно. За счет этого у нас окрупнение. Экономика будет достигаться еще и за счет того, что на работу можно будет привлекать людей с высоким профессиональным уровнем знаний, соответственно, предложив им достойную заработную плату. И потом специализация внутри. Что такое бухгалтер в маленьком учреждении? В маленьком учреждении это специалист, который на все руки мастер. Он должен знать, как грамотно не ошибиться, начислить зарплату, налоги, вовремя уплатить. Не забыть, что еще нужно отчет отнести в статистику или в пенсионный фонд. Нужно начислить амортизацию правильно. А еще провести инвентаризацию. То есть он должен владеть нюансами в каждом из каких-то. За счет централизации, мы говорим, выделяется отдельно отдел по начислению заработной платы. Отдельно отдел, который будет заниматься инвентаризацией, учетом материальных ценностей и так дальше. И человек будет совершенствоваться в своем узком направлении. За счет этого будет повышаться качество работы и качество бухгалтерского учета. Что тоже важно на сегодняшний день. В централизованном бухгалтере у нас начнет работать с 1 января. Вот как учреждение. А переход будет закончен к 1 марта за 2 месяца. Мария Саннатольевна, вы сказали о том, что бюджет 2017 года, он социально ориентирован. И это у нас не первый год. И как вы считаете, является ли вложение в социальную экономику, то есть это получается в человека, эффективным с точки зрения экономики? Ведь многие считают, что вложение в социальный сектор не даст того результата, которого, допустим, дал бы, если бы это вкладывали в бизнес или в какие-то другие проекты. Мне кажется, не вызывает сомнения в необходимости поддержки государства тех людей, которые по объективным причинам не могут самостоятельно обеспечить качество собственной жизни. Об этих категориях, думаю, мы не будем говорить. Но социальная выплата предоставляется еще тем категориям, которые составляют будущее. И будущее нашего региона, и будущее нашей страны. Ну, например, выплата семьям, имеющим трех и более детей. Если в семье появляется третий ребенок из бюджета Ставропольского края, до достижения этим ребенком трехлетнего возраста выплачивается ежемесячное пособие в размере 7 721 рубль. По-моему, вот такая вот с рублями величина. Правильно это или неправильно? Конечно, правильно. Семьи с детьми поддерживать нужно. Этот ребенок вырастет. Если мама, находясь в декрете, будет точно понимать, что она будет получать, ну, как минимум, вот прожиточный минимум на этого третьего ребенка, наверное, может быть, это тоже окажет влияние на принятие решения о том, чтобы появился новый гражданин нашей страны. Это будущее нашей экономики в том числе. Это правильно. Социальная поддержка еще, например, предоставляется по таким направлениям. В области социальной защиты, например, мы предоставляем средства, в этом году, кстати, их объем удвоен, на приобретение протезно-ортопедической обуви для детей. Это проблема для сегодняшнего подрастающего поколения, особенно в переходном возрасте, когда формируется плоскостопие или неправильно развивается скелет. Если государство, эти дети не являются инвалидами. С одной стороны, то есть государство вроде бы и не должно о них, да, вот, ну, как заботиться, да, с одной стороны. С другой стороны, есть понимание того, что не всегда родители могут либо вообще обратить на это внимание, либо финансово потянуть эту часть. Поэтому вот такая помощь этим семьям оказывается, причем не деньгами, а именно теми изделиями, которые необходимы. Они предотвращают инвалидизацию детского населения. Это же правильно, это тоже вложение в экономики. Человек, то есть ребенок какое-то время будет вот пользоваться этим оборудованием, там, этой обувью, а потом, то есть как бы это не приведет к дальнейшему ухудшению его здоровья. Он вырастет здоровым, полноценным членом общества и может реализовать какие угодно свои мечты, там, да, определить свою сферу деятельности. И разве это не экономика? Экономика тоже. Поэтому вот, не знаю, я бы точно не согласилась с таким утверждением. И мне кажется, что это правильно, так и должно быть. Спасибо большое, Лариса Анатольевна, за интересный и познавательный разговор. Надеюсь, что бюджет на этой неделе, на будущей неделе уже примут без особых сложностей и диспутов в нашей Краевой Думе. Продолжение следует...